всем привет рад видеть вас на своем канале сегодня по просьбе одного из подписчиков я приготовлю пиццу очень давно обещал это сделать и вот наконец таки дошли руки и я хочу поделиться диетическим рецептом рекомендованным при болезнях желудочно-кишечного тракта и иных диет которые запрещают употребление различных кислотных продуктов и так далее поскольку свежая выпечка запрещена она обладает повышенной кислотностью и отличается по своей структуре от выпечки несвежей именно поэтому для диетического питания рекомендован вчерашний подсушенный хлеб и в качестве основы для пиццы я не буду брать тесто а возьму готовую выпечку можно взять лаваш можно взять тонкий лаваш или уже подготовленную основу для пиццы внимательно читайте состав чтобы в нем были только натуральные ингредиенты не было консервантов я взял вот такую лепешку в качестве начинки для этой пиццы я буду использовать индейку можно взять курицу куриную грудку или же приготовить какую-то колбасу или сосиски такие рецепты я уже готовил я оставлю ссылку в описании к этому видео далее я возьму тыкву и и я буду использовать вместо томатов конечно классическая пицца предусматривает томатный соус но томаты обладают повышенной кислотностью поэтому многими диетами в том числе при болезнях желудочно-кишечного тракта томаты запрещены заменю я это тыквой приготовлю тыквенный соус далее возьму цветную капусту немного сыра и немного зелени точное количество ингредиентов я укажу в описании к этому видео поставлю отвариваться грудку индейки и тыкву поскольку тыква готовится дольше чем цветная капуста сначала буду отваривать тыкву а цветную капусту добавлю позже тыкву я почистил и порезал и буду варить ее примерно 10 минут после закипания затем добавлю цветную капусту а грудку индейки буду отваривать течение 20-25 минут немного подсолю и конечно какая же пицца без сыра я взял сыр жирностью 17 процентов не рекомендовано употреблять жирные сыры все сыры обладают определенной степени жирности поэтому предпочтение я отдаю сам нежирным таким относятся тофу адыгейский сыр нежирный легкий не соленый сулугуни не копченый чечил при выборе нужного сыра смотрите внимательно на жирность которая написана в его составе многие из подписчиков мне пишут то что очень тяжело найти такой сыр это действительно так есть легкие сливочные сыры но они достаточно редко присутствуют в магазинах я покупаю белорусский сыр меня часто спрашивают какой марки я использую я не не придерживаюсь какой-то определенной марки я выбираю исключительно по жирности белорусские сыры очень качественные и насыщенные по вкусу снимаю пену с индейки прикрою крышкой чтобы индейка равномерно проварилась отправляют цветную капусту к тыкве обратите внимание что я положил достаточно крупные кусочки чтобы капуста осталась цельной и буду варить еще примерно 15 минут лепешку разрезаю на две плоские части старайтесь так чтобы они были равномерные из этого получится две пиццы достану цветную капусту в принципе можно отваривать до полуготовности чтобы овощи точнее капуста была аль денте тогда в овощах сохраняются все витамины и полезные вещества воду из тыквы солью но немного оставлю чтобы когда я буду пробивать блендером соус получился нужной консистенции не густой и не жидкий пробиваю блендером до однородности тыквенный соус готов отставлю его в сторону и нарежу цветную капусту кубиком кстати сюда отлично подойдет и брокколи тоже очень полезный продукт индейка готова сливаю бульон и и нарежу ее кубиком отлично проварилась очень мягкое мясо мелко нарублю петрушку подойдет любая зелень которая вам нравится можно добавить немного свежего базилика кинза хорошо сочетается с птицей укроп конечно больше к рыбе подходит но тут на любители все ингредиенты готовы теперь буду собирать пиццу запекать ее буду вот на таком силиконовом коврике для того чтобы она не прижаривалась от металлического противня можно использовать бумагу для запекания просто вот это вот при жареная корочка она не очень полезна мягко говоря для организма поэтому лучше максимально исключить ее из своего рациона начинаю соусы равномерно размазываю по лепешке затем посыпаю петрушкой чтобы она не пригорала в духовке я ее укладываю на один из нижних слоев далее укладываю индейку затем цветную капусту цветная капуста придаст сочность этой пиццы такая достаточно пышная получается но все зависит от основы которую вы возьмете и сверху натираю сыр я стряхнул с коврика все крошки чтобы они не пригорали возвращаю сюда пиццу и сверху полью небольшим количеством оливкового масла разогревая духовку до 200 градусов и отправляю туда пиццу запекать буду до тех пор пока не расплавится сыр примерно 7-10 минут пицца готова цветная капуста сверху слегка подрумянилась сыр расплавился попробуем что получилось выглядит и пахнет просто замечательно хрустящее тесто нежная индейка очень вкусно а соус как удачно сюда попал просто идеально то что нужно вот такая диетическая версия простой пиццы на скорую руку замечательный рецепт ингредиенты все полезные единственное на что хочу обратить внимание что очень горячая пища вредна для желудочно-кишечного тракта поэтому дайте немного остыть и потом можно употреблять по просьбе своего подписчика наконец-таки я приготовил это блюдо для него очень много вы пишите рецептов я все это фиксирую естественно не могу все это воплотить жизнь но обязательно буду стараться как-то готовить для вас и исполнять ваши пожелания у меня есть одна новость я защитил диплом по нутрициологии теперь являюсь дипломированным специалистом в области питания кроме того я получаю еще одно образование по технологии приготовления блюд и кондитерских изделий для предприятия общественного питания с присвоением квалификации технолог то есть это кулинарное образование которое вкупе с образованием по нутрициологии позволит мне давать вам не только рекомендации в питании но и делиться с вами приемами приготовления диетических блюд подписывайтесь на мой канал отмечайте лайками видео которые вам понравились пишите ваши комментарии задавайте вопросы я буду стараться на них отвечать на всякий случай в описании к этому видео я оставлю альтернативные каналы в других социальных сетях подписывайтесь на них чтобы не потерять и кроме того я решил создать еще один канал который будет посвящен не диетическому питанию домашней кухне для того чтобы на вот этом канале где готовлю диетические блюда не обременять людей которому интересно только диета рецептами которые где это не относится поэтому если вам интересны и другие рецепты подписывайтесь на мой канал я оставлю ссылку в описании к этому видео всем спасибо всем всего хорошего и крепкого здоровья